вот лучших солнца здрасте я вызывал а вы кто как через кулаков александр я артем а вы кто это просто гражданка я верю чуть продажи просроченного товара опасного для жизни и здоровья граждан почему творить как бы того а вот который я приобрел дизель с полки вот здесь рассказывать у вас просроченный товар да верно у вас был просрочен товар откуда молодой человек у вас но возьму их рук какая гуава груша глава меня не подбросили наверное вам так смотрите копите до конца вы на минуточку отличать вот собственно чек а вот это пюре не нужно пойдемте тогда сейчас вас объяснение возьму я заявление подам заявление подадить да и мне нужно быть вас так устное заявление сейчас я вам предоставлю свои данные естественно я нужно доставить вашу личность вам это не нужно сделать я говорю документы ваши не нужно чтобы на основании не здесь вот вашего в объяснении заявление давайте начнем вы сейчас я вам дам блогу протокол принятия устного заявления а вы писать не можете я должен не может писать что подать устное заявление 141 степок а вы в чем проблема написать заявление он дающаясь в чем проблема вам принять заявление а вы его не можете а я должен не может написать я хочу подать устное заявление нет ради это мое желание ваше желание зачем привлекаться с гражданином вы давайте полегче том свой избавьте с вами никто не привлекает потому что привлекались а что человек должен не уметь писать чтобы подать протокол принять Нет, просто я не вижу проблем написать заявление простое. Нравится вам такой способ, ради бога. Ну, я вижу проблему. Видите, руки заняты. Даже два заявления у меня будет, получается. Ради бога. Документ какой предъявляется? Я вам продиктую данные. Паспорт? Конечно. Семь. Нет, не нужно взглянуть на меня. Взглянуть вам не нужно, поскольку в законе такого нет. Я сейчас буду по базе данных проверять вашу личность, установить. Как хотите. Мне главное, чтобы вы без ошибок все сказали. Я здесь не пытаюсь вас как-то надавить на вас таким способом. Нет. Мне нужно знать ваши данные конкретно. Поэтому я спрашиваю такие вещи. Я вам диктую. Мне главное, чтобы вы не ошиблись. В конечном итоге, чтобы нам не пришлось все переписывать. 05-11-21-15-03. Магазин Ярчик. О, Камелодия. По адресу. Литейная 3-4А. Помещение 1. Я приобрел детское питание. Круто-няня. Пюре. Со вкусом груши. Масса 90 грамм. И сроком годности 12 месяцев. Соответственно, у данного товара истек срок годности. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан. В том числе детей до 6 лет. Что такое осмотра? Так, добровольно выдача. Осмотра будете делать? Так, но мне ваше участие в нем не обязательно. Я хочу участвовать как 0 и 10 еще лицо. Ну и добровольно мне вы даете чек и пюре. Смотрите, я сейчас делаю возврат в магазин. Вы у них уже изымаете. Возврат или не возврат делать магазин, это меня не касается. Это я говорю, что я буду делать. Я сейчас у вас хочу взять этот чек и пюре. И оформить этот момент протоколом добровольной выдачи. Вы согласны? Я сейчас возвращаю его в магазин и вы в магазин изымаете. Стоп, вы чек и пюре готовы мне выдать или нет? Я в магазин его верну. Чек я вам готов выдать. У меня протокол добровольной выдачи. Вот здесь все написано. Вы мне добровольно вы даете чек и пюре? Нет. Не выдаёте. Я вам выдам добровольно чек и занимаете товар. Протоколом осмотра. Как положено. Нет, стоп. Я разберусь, как мне взять товар. Я сейчас вам поседую. Мне не надо подсказывать, спасибо. Я у вас сейчас спрашиваю. Вы добровольно мне выдаете пюре и чек? Чек. Выдаю пюре и делаю возврат на пюре. Я это и фиксирую. Вы протокол осмотра будете составлять или нет? Скажите? Ну, это я уже сейчас решу дальше. Как это? Согласно регламенту взаимодействия органов внутренних дел и Роспотребнадзора. Вот, это мой регламент и регламент Роспотребнадзор. Вы все правильно сказали. Да. А вы? А я хочу проконтролировать, чтобы все было составлено четко в соответствии с законом. Но для вас я это уже не собираюсь. Почему я хочу быть иным действующим лицом? Вот сейчас вы можете быть действующим лицом, если вы даете мне пюре. Я в протоколе осмотра хочу быть иным действующим лицом. Прошу вас составить протокол осмотра. Я сам разберусь, какую процессуальную бумагу мне застанет. Я вас прошу в соответствии с регламентом. Я у вас принял заявление. принял вас. Хочу быть иным действующим лицом, еще раз говорю. Я учту вашу просьбу. Вы мне сейчас под акт добровольной выдачи, протокол добровольной выдачи выдаёте пюре и чек. Я делаю возврат в магазин, я еще раз говорю. Делаю за него возврат денежных средств. Мне нужны просто эти документы, делайте. Так составьте протоколы, опишите. Стоп, у меня вот бланк. Да какая у них какой бланк? Составьте протокол осмотра, прошу вас. Я сам разберусь, как осмотр. Ну, видимо, вы не знаете как составлять возможное, не разберетесь, я вам подсказываю. Спасибо, занимайтесь своей работой. Я и занимаюсь своей работой. Обучаю полицию. Обучайте своих сотрудников. У меня есть руководитель, который меня обучает. Вашим, видимо, плохо обучил, раз вы не хотите составить протокол осмотра. Я разберусь, что мне составит. Соответственно, с регламентом я знаю свой регламент, свои приказы на основании которых я работаю. И эти приказы тем более, то возможно, преступление. Безусловно, я это не отрицаю. Я ни разу ни на секунду не говорю, что здесь нет преступления. Я и хочу быть иным действующим лицом. Чтобы это зафиксировали все мы. Мне сейчас нужно изъять эту пюре. Понимаете меня? Да. Протоколом осмотра вы можете его изъять. Вы его не сдали никуда. У кого мне изъимать? Давайте я сделал США возврат. Возврат надо сделать. Вот у девушки. Такой странный полицейский. Видно, не нравится. Бесить его, что его учат. Ну что, друзья. Денежные средства нам вернули. Хоть что-то хорошее. Главное, похоже, подошла и шепнула новушка. Сделай возврат и извинись. Конечно, извинения мы не услышали, но лучше ничего.